Тема нашего сегодняшнего доклада «Как дружить с разработчиками, не залезая в их тесты», в котором мы поговорим про то, как внедрить проверки контроля качества в CI. Для начала давайте познакомимся. Меня зовут Сергей. Я занимаюсь автоматизацией тестирования в компании AliExpress Россия. В компании AliExpress Россия примерно полтора года и одной из задач компании является сделать жизнь пользователей из России и стран СНГ проще и приятнее. Я представляю домен UserGrowth. Немного расскажу про домен. UserGrowth занимается всем, что связано с привлечением новых пользователей и удержанием старых пользователей на платформе. Это различные рассылки, уведомления, пользовательские активности. Про компанию, про себя я немножечко рассказал. Расскажите вы про себя. Кто в зале тестировщики? Поднимите руки. Очень круто, что у вас так много. А кто занимался автоматизацией тестирования? Замечательно. Значит, нам будет с вами о чем поговорить. А кто внедрял автотесты в CI? Очень круто. Будет очень интересно услышать ваш опыт, как все у вас. А есть ли в зале разработчики? Классно, что и разработчики интересуются проблемами обеспечения качества. А разработчики пишут юнит-тесты? Все разработчики, кто здесь пишут юнит-тесты. Это очень хорошо. А какие-нибудь другие тесты, помимо юнитов, разработчики пишут? А тут не сложилось, да? А есть не разработчики и нет тестировщики в зале? Понятно. Значит, проблема обеспечения качества относится только к нам, да? К тестировщикам и немножко к разработчикам. Ну, замечательно. Мы с вами познакомились. Давайте начнем. Что вы увидите и услышите в сегодняшнем докладе? Вы услышите и увидите то, что отвечает на вопросы «что» и «как». Что можно сделать и как это внедрить, как это реализовать. Сначала мы немножко поговорим про уровни тестов. Что и на каком уровне можно и нужно тестировать. Дальше поговорим про то, что делать, когда к нам пришли с фразой «нам нужны автотесты». Либо никто не приходил, либо у нас появилось такое желание, возможность, что нужны можно писать автотесты. И после этого поговорим про то, когда у нас уже есть автотесты, как их внедрить в CI, на каком этапе те или иные проверки лучше выполнять. Что вы не увидите и не услышите в сегодняшнем докладе? Сегодня не будет кода тестов, автотестов, не будет информации о выборе инструментов, чем инструмент А лучше инструмента, Б и так далее. И мы не будем говорить о ручном и нагручном тестировании. Ну что, поехали? Для того, чтобы построить процессы автоматизации тестирования, нам необходимы тестовые стенды. Поэтому немножечко поговорим про данные стенды. От компании к компании они могут носить разное название. Нам сейчас важно договориться, что из себя представляет тот или иной стенд, каков принцип, так скажем, его работы. Итак, первый – это DevStand. На него, собственно, могут выказываться версии сервисов из любых веток. Он используется у нас для отладки и используется для интеграционного тестирования. Сервисы на этом стенде общаются преимущественно с моками, то есть с заглушками. Следующий стенд, который нам нужен – это припрод. На него уже, если мы релизимся по тегу, выкатывается только тег. Кто не знает, что такое тег? Поднимите руку. Так, один человек в зале не знает, что такое тег. Человек в зале, который не знает, что такое тег. Ты не знаешь, что такое гид. Подними руку, если не знаешь. Знаешь, супер. Не знаешь, что такое тег, но знаешь, что такое гид. Ну, тег – это, собственно, сущность гита. И как здесь написано, это просто ссылка. Она указывает на определенную точку в истории гита. Не более того. То есть некоторая точка в истории гита. И вот мы выкатываемся по данному, по тегу на припрод. То есть только по тегу. Припрод, собственно, используется для подготовки к релизу. И сервисы, в отличие от DevStand, общаются с другими сервисами, а не с моками, не с заглушками. Ну и куда без продакшена. Боевая среда. Обязательно нужно неплохо докатиться до продакшена. Это уже боевая среда конечных пользователей. О стендах поговорили. Теперь немножечко поговорим про уровни тестирования. Наверняка большинству из нас хорошо известны эти уровни. Мы обратим особое внимание, что важно знать при тестировании на том или ином уровне, что можно сделать при тестировании на том либо ином уровне. Итак, первый — это юнит-тесты. Юнит-тесты, они зачастую пишутся разработчиками. Дальше мы можем пойти к разработчикам и сказать, вы пишете эти тесты не так, неправильно, и архитектура вообще не верна, и вообще не кто тестирует и так далее и тому подобное. Но это не тема нашего доклада. Тема, как вы помните, как дружить с разработчиками. Поэтому мы не будем лезть в их тесты, но мы хотим все прийти к единой цели, получить качественный продукт, и что еще мы можем делать, какие дополнительные проверки на юнит-уровне. Это, во-первых, подсчет покрытия кода тестами. Что это такое? Это процентное соотношение коду, который покрыт тестами, к общему количеству строк кода. Он может посчитываться как в общем на проект, так и для новой функциональности, выпускаемой новой функциональности. Следующее — это проверка качества кода статическими анализаторами. Статические анализаторы бывают платные, бывают бесплатные. Вы можете развернуть их самостоятельно силами тестирования, либо можете быть инициатором внедрения статических анализаторов на проекте. Помните, если вы внедряете какой-то такой инструмент своим силами тестирования, то часть ресурсов тестирования уйдет на поддержку данного инструмента. Но нам в компании подсчет покрытия кода тестами в связке со статическим анализом очень сильно помогает при выпуске новой функциональности. И, соответственно, дружба с нашими разработчиками не рушится. Они пишут свои тесты, а мы смотрим, сколько они покрывают кода тестами и насколько проходит у них код проверки контроля качества. Следующий уровень – это уровень компонентных и интеграционных тестов. Тут важно отметить, что неплохо бы делать тесты на данном уровне максимально изолированными, чтобы они опирались на моки, на заглушки. Таким образом, вы, раз, сможете не завязываться на внешнюю инфраструктуру, как следствие, вы можете протестировать гораздо большее количество сценариев и все от этого должны выиграть. Следующий уровень – это уровень end-to-end тестов. Это уже сценарий конечных пользователей, UI, либо описанные тесты и выполняются на припрос стенде. Про стенды тоже поговорили, о терминологии договорились. И вот ситуация. К нам пришли, либо кто-то пришел, либо идея к нам пришла в голову. И такая возможность есть, что нужно и можно писать автотесты. С чего же начать? Вы спросите себя, либо коллег, либо еще кого-то пойдете, может быть, гуглить, узнавать, решать вопрос, с чего же начать. И вам могут подсказать, либо вы сами можете прийти к такому выводу, что нужно как можно скорее пойти и начать писать UI, end-to-end сценарий. Возможно, не UI, возможно, описанные, но большие, долгие, сложные, end-to-end сценарии. Но прислушайтесь к совету этого знаменитого героя. Не начинайте только с UI-тестов, с end-to-end UI-тестов. Не довольствуйтесь только ими, если вам угодно. А с чего же тогда лучше начать? А все зависит от того, на каком этапе сейчас мы находимся. Что у нас имеется в плане автотестов, в плане автоматизированных проверок. Что из этого внедрено в CI, что из этого не внедрено в CI. Нужно помнить, что если автоматизированные проверки не внедрены в CI, скорее всего, они у вас не будут работать. Поэтому нужно проанализировать, что у нас есть, что мы можем сделать, на каком уровне те либо иные проверки можем добавить. Дальше мы поговорим про то, где внедрить те либо иные проверки в CI. Дальше будут примеры шаблонов job для GitLab CI, как можно эти самые проверки реализовать в пайплайне. Но обращу внимание, это будут лишь шаблоны, лишь примеры. Важна сама идея, что и на каком этапе уровня можно добавить. А с чего лучше начать? Анализируйте, что у вас есть и добавляйте проверки туда, где это нужно. Могут быть несогласные. Несогласные есть всегда, везде, по любой тематике. Они могут быть и здесь. Что делать с этими несогласными? Мы поговорим чуть-чуть попозже, а для начала ответим на вопрос, а кто же эти несогласные? Вроде пришли к нам, ну либо ладно, мы начали тестировать. Это могут быть люди как из тестирования, это могут быть люди как из разработки, так и кто угодно. Могут сказать, что нет, все это так не работает, вообще зачем все это надо и так далее и тому подобное. У вас есть как минимум два способа, что делать в этой ситуации. Первый способ – это попробовать объяснить. Попробовать объяснить, рассказать, привести примеры, доводы и все в этом духе. Но этого может быть недостаточно, не всегда можно достучаться. Если это вас не блокирует, то и не обязательно всем что-то доказывать. У нас есть второй пункт – это пойти, сделать, чтобы те, кто были несогласны, увидели реальную пользу от того, про что мы говорим, от тех или иных проверок, внедренных нами. Итак, мы переходим к этапу внедрения проверки контроля качества в CI, то есть в непрерывную интеграцию. Допустим, у нас есть базовый пайплайн. Для ветки он выглядит таким образом. Сначала у нас происходит сборка приложения, потом выкатка на DevStand. Как мы уже говорили, на припрод и на прот, мы выкатываемся только по тегу, поэтому для тега у нас будет следующий пайплайн. Сборка приложения, выкатка на DevStand, выкатка на припрод и на продакшн-стенд. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть в GitLab CI без рассмотрения реализации, потому что она может быть абсолютно другой, абсолютно любой. Нам важно, что у нас есть какие-то шаги, то есть те самые build, то есть сборка, deploy dev, то есть выкатка на DevStand, ну и deploy pre-продакшн и продакшн. Предположим, что мы наследуемся от данного базового пайплайна, тогда первое, что нам нужно сделать, это пойти к тому, кто отвечает за данные пайплайны и попросить добавить несколько дополнительных шагов, которые нам помогут при внедрении, автоматизированных проверок. А именно, это шаг автодеплой dev, то есть после выкатки на DevStand, автодеплой припрод и автодеплой прод. Как они нам помогут, каким образом, посмотрим сейчас дальше. Итак, юнит уровень. Как мы уже говорили ранее, договорились с разработчиками, разработчики пишут юнит-тесты, написали какое-то количество тестов, нужно внедрить их обязательно в CI. Какой пайплайн мы хотим получить? Один из вариантов представлен на данном слайде. Параллельно со сборкой приложения у нас выполняется юнит-теста. Это может быть также после сборки приложения, либо вместе на этапе со сборкой, либо даже после выкатки на DevStand. Не самый лучший вариант, но тоже и неспособный. Сейчас мы рассматриваем добавление параллельно со сборкой приложения. То есть приложение собирается, параллельно прогоняются юнит-тесты. Если все хорошо, то мы хотим выкатиться на DevStand. Это для нас флаг того, что нужно выкатиться на DevStand. Как это реализовать? Для начала, естественно, в нашем пайплайне мы наследуемся от базового. Как уже говорили ранее, на данном слайде он называется BasePipeline. Это тот пайплайн, который был показан на прошлом слайде. Мы наследуемся от него и на этапе Build добавляем автоматизированную проверку. Добавляем джобу с названием UnitTest. Здесь, в данном примере, и во всех остальных примерах будет такая заглушка Sleep3. Она означает запуск тестов специфичным для вас образом, специфичным для вас инструментом, специфичным для вас языке. То есть нам важно, что Sleep3 подразумевает просто запуск тестов либо запуск той или иной автоматизированной проверки. Такая заглушка будет здесь и будет далее. Но чем плох данный прогон? А плох он тем, что во вкладке TEST мы видим цифру 0. Что это подразумевает? Это означает то, что у нас тесты либо не запускались, либо мы забыли про отчет. В данной ситуации мы просто-напросто забыли про отчет, никак не добавили, не передали, не сказали сгенерировать отчет. Нужно исправлять эту ситуацию. Мы хотим получить во вкладочке TEST 1. То есть мы хотим сделать так, чтобы по результату прогонов наших юнит-тестов у нас формировались отчет, у нас они лежали там, где нужно, и в случае падения тестов мы смогли удобно и быстро понять, что не так. Мы, конечно, можем листать логи, но это не самый лучший вариант. Лучше формировать отчеты и смотреть в них, и быстро разбираться, когда что-то происходит не так. Как это реализовать GitLab CI? Для этого есть ключевое слово Artifacts и блок Report. На данном слайде представлен пример, актуальный для Java, Kotlin и G-Unit. Для вашего языка вы можете аналогичным образом реализовать добавление отчетов в CI. Если же у вас не GitLab, если у вас другая система отчетов, то вы в любом случае можете это сделать и должны это сделать. Оно вам поможет в работе. Поэтому обязательно помните про отчеты. Юнит-тесты, как мы говорили, пишут разработчики. Мы их не трогаем, дружим и добавляем дополнительные проверки на юнит-уровне, про который говорили ранее. Подсчет покрытия кодотестами и статический анализ. Хотим получить следующий пайплайн. После сборки приложения у нас идет выкатка на DevStand. Мы это уже получили. На следующем этапе мы хотим выполнять статический анализ. Но, собственно, для статического анализа нам не нужно ждать, как таковы выкатки на DevStand. Поэтому можно его выполнять сразу после прогона юнит-тестов. Как это реализовать? Немножечко нужно доработать предыдущую джобу. И стрелочка тут показана, как ее доработать, добавить в артефакты, передачу артефактов наших тестов в следующие шаги, чтобы на основании них можно было строить подсчет покрытия и делать оценку качества кода. Ну и добавляем на этапе AfterDeployDev, который мы благополучно добавили в базовый пайплайн, и он у нас есть, добавляем шаг статического анализа. Здесь у нас появляется новое ключевое слово NEEDS. Это то, о чем я говорил немножечко ранее. Оно подразумевает, что статический анализ будет выполняться сразу после прогона тестов, то есть не дожидаться выкатки на DevStand. Итак, компонентные интеграционные тесты – это наш следующий уровень после юнит-тестов. Мы написали некоторый объем тестов на данном уровне и хотим, естественно, их внедрить в CI. Какой пайплайн мы хотим получить? После сборки приложения, после выкатки на DevStand, если все хорошо и выкатка прошла успешно, естественно, хотим прогнать тесты на нашей новой версии приложения, выкатившейся. Соответственно, как видно на слайде, у нас выкатка на DevStand выполняется параллельно со статическим анализом. То, что мы уже реализовали, а интеграционные тесты уже после выкатки на DevStand. Как это реализовать? Тот же шаг стоит для статического анализа, AutoDeployDev, на нем мы реализуем выполнение автотестов. Здесь нет никакого ключевого слова «nits», потому что оно должно выполняться сразу же после выкатки на DevStand. Следующий уровень – это end-to-end тесты. Мы хотим получить следующий pipeline. После сборки приложения выкатывается на DevStand, проверяется интеграционными тестами DevStand, выкатывается на pre-production. В случае успешной выкатки на pre-production хотим выполнять end-to-end тесты. Как это реализуем? По аналогии с интеграционными тестами, только для этого используем шаг AutoDeploy Pre-Pro. И обязательно помним про отчеты на каждом уровне тестов. Даже после того, как у нас выкатилась наша функциональность на pre-production, интеграционные тесты прошли, мы говорим, вроде бы все хорошо, выкатились на prod, не надо забывать про наш сервис на production среде, не надо его оставлять. Бедного одного. Поэтому выполняйте после того, как выкатились на production stand, смог проверку, что в целом минимальная работоспособность у нас обеспечена. То есть делаем некоторый набор стендов и прогоняем их уже после выкатки на production stand. То есть мы хотим получить следующее завершение pipeline, выкатка на production stand и выполнение смог тестов на production stand. Как реализовать? По аналогии с другими видами тестов, но используем нужный для этого шаг. AutoDeploy Pre-Pro. Здесь есть ключевое слово only, only text. Оно было и для шага с end-to-end тестами. Оно подразумевает, что данная проверка выполняется только для тега. А мы помним, что на production, на pre-production у нас, соответственно, выкатывается код только по тегу. Давайте посмотрим на итоговый pipeline, который мы хотим получить и который мы получили. Первое – это сборка приложения и на данном этапе также выполнение юнит-тестов. Если этап сборки прошел успешно, выкатываемся на dev stand. На dev stand выкатились и все хорошо. Хорошо, значит, это для нас флажочек того, что можно выполнять интеграционные тесты на данном стенде. Интеграционные тесты прошли на dev stand успешно. Выкатываемся на pre-production stand и после этого выполняем end-to-end тесты на pre-production stand. Дальше выкатка на production stand и уже шаг auto-deploy.prod и наш смолк теста. Все уровни проверяются, все счастливы, все живут дружно. Давайте еще посмотрим, как это в общем выглядит в GitLab CI. Располагается на файле gitlab.ci.yaml, находится в корне нашего проекта и данный файл содержится в следующей блоке. Первое – это подключение базового пайплайна. Дальше – этап юнит-тестов, этап статического анализа. После статического анализа, точнее после выкатки на dev stand этап интеграционных тестов. Также мы добавили end-to-end тесты наши, помнили про то, что только для тега, выкатка, поэтому only tags. Ну и шаг смолк тестов на продакшене. И на этом не нужно оставлять наш сервис, нужно помнить про дополнительные инструменты. Но сначала первый дополнительный инструмент – это оповещение. В целом, когда мы выкатываемся, не нужно забывать использовать этот, казалось бы, простой, но важный инструмент. Отправляйте оповещение в нужные вам мессенджеры, нужным вам образом, каналом связи, туда, где все заинтересованные лица узнают, что у нас происходит. Где заинтересованные лица будут знать, что у нас с тестами, что у нас с релизами, в какой момент, на каком этапе, что падает или все проходит успешно и так далее и тому подобное. Ну и следующий инструмент – это метрики. Помните про метрики, поглядывайте в них после релиза на продакшен, что в целом наш сервис еще жив и все с ним хорошо. Используйте и данный важный инструмент. Первое – это тестируйте на всех уровнях. Не ограничивайтесь только лишь одним видом тестирования. Не довольствуйтесь только лишь тестированием на одном уровне. Разумно используйте все уровни тестирования, наращивайте на тесты на каждом из этих уровней, либо добавляйте новые автоматизированные проверки. Дружите с разработчиками, не лезьте к ним в юнит теста, но на юнит уровне все равно добавляйте дополнительные проверки. Их можно и нужно добавлять. Ну и встраивайте, конечно, ваши автотесты в пайплайн, если они не будут встроены в пайплайн, они, скорее всего, у вас не будут работать и быстро потеряют актуальность. И на этом с ними все закончится. Ну и помните про дополнительные инструменты, помните про отчеты, помните про оповещения и помните про метрики. На этом все. Если кто-то не был на нашем стенде, заходите. У нас подготовлены для вас интересные активности, призы. Всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, готов на них ответить. Сергей, спасибо за доклад. Меня зовут Алексей. Вопрос про статические анализаторы кода. А не лучше их вставлять при коммите в мастер-ветку, не встраивать их в пайплайн? Тогда у нас получается, что на раннем этапе мы выявляем проблемы в коде. Плюс дополнительно, если разработчики используют, код-ревью. Код становится все чище и лучше, и, соответственно, меньше багов у нас на тестировании. Ну, у нас, соответственно, они даже до коммита выполняются этап статического анализа. То есть, когда у вас есть фича ветка некоторая, вы же ее выкатываете на стен. Ну, то есть, это автоматически происходит. Запушили ветку, и она уже собралась, прогнались юниты, и выполнится статический анализ. То есть, разработчики, когда уже при этапе мерз-реквеста или пол-реквеста, они будут видеть, все ли у них хорошо с статическим анализом, и сразу заранее поправят. То есть… Нет, спасибо. Спасибо за вопрос. Привет, спасибо за доклад. У меня вопрос следующий. А почему не как-то взаимодействовать с разработчиками и не помочь им в написании юнит-теста в плане тест-дизайна? Да. Возможно, их дизайн не идеален, и какой-то взгляд со стороны нашей еще требуется. Можно, кстати, у них спросить заодно. Спасибо. Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Рад, что ты его задал, потому что я задал такой вопрос. Можно. Можно помогать разработчикам. Главное, как сказать… Главное, не лезь на рожон. То есть, если тебя не ждут, не говорите, нет, 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 я знаю, я тестировщик, я все сейчас тебе покажу, как делать, и вот так вот, грудью вперед, и все, во что бы то ни стало. Если диалог с разработчиками построен, они идут на контакт, они хорошо к этому относятся. Конечно, можно и нужно дружить с ними дальше, дружить с ними и таким образом тоже помогать с тест-дизайном, либо подсказывать, какие еще кейсы можно протестировать. И все в этом духе. Подскажите, пожалуйста, вы уровни заполняли тестами как-то одновременно, или какое-то направление нуждалось в тестах больше, какой-то уровень по заполнению тестов, и как это все у вас организовывалось? Спасибо за вопрос. По последовательности наполнения все зависит от проекта. То есть даже у нас есть разные проекты, которые только-только начинаются, либо которые уже живут давно. Где-то лучше можно, нужно быстрее написать, вот все-таки какие-то end-to-end сценарии покрыть, которые уже будут гоняться, уже будут проверять, и потом добавлять проверки. Где-то можно спокойно наращивать как бы снизу, которые, например, только-только начинают проекты, там уже добавили спокойно статический анализ, добавили, ну, разработчики пишут юнитест, и мы там наращиваем свои проверки. Также это про… А, про последовательность еще можно и параллельно делать, опять-таки. Если на то есть ресурсы, можно делать параллельно и там, и там. То есть это уже прям надо конкретный проект смотреть, что есть, есть ли тесты, что вот там вся у нас происходит, и уже обдумывать. Да, для данного вопроса нельзя, так сказать, что делать только так, и больше никак, иначе все будет плохо. Главное не… Что был совет от известного героя, да, не довольствоваться одним видом тестов. То есть все, говорим, мы пишем только этот тест, все, пишем, 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 не обращаем ни на что другое. Главное вовремя остановиться, посмотреть, ага, мы можем добавить там такие проверки, здесь такие, здесь, может быть, помочь, здесь, может быть, все-таки сможем поговорить с разработчиками, и там где-то им тоже помочь, и дальше не ругаться, дружить, и все. В зависимости от того, какой проект. То есть у вас это абсолютно новый проект, либо у вас уже все было там, и вот приходит тестирование, и смотрит, и как, и что, и начинает думать. Конечно, конечно. Григорий, спасибо за доклад. У меня такой вопрос по поводу end-to-end тестирования. То есть когда у нас есть несколько систем, и нам надо протестировать, собственно говоря, от самого начала до Гуя, ну, UI, скажем так, да, вот скажите, пожалуйста, на каких наборах данных с вашей точки зрения правильно это проводить? И второй момент, ну, в принципе, вот этот вопрос, да, это МОКИ, это какие-то живые данные, если это живые данные, то где вы их берете? Спасибо. End-to-end сценарии. Так, спасибо за вопрос, во-первых. Про end-to-end сценарии. Их, конечно, все же лучше тестировать, когда вокруг реальные сервисы, анимоки. Конечно, не всегда так бывает, бывают разные ситуации. А тестовые данные всегда неплохо подготавливать каким-то образом тестовые данные. Соответственно, должен быть какой-то этап подготовки. Вопрос, стоит ли вопрос, каким образом их можно подготовить? Да, понятно, что они должны быть как можно ближе к тем данным, которые у нас на реальной нагрузке есть, в реальном функционировании, да, но можно ли их как-то поменять, да, то есть, условно говоря, замокать? И вот этот стенд, он получается, если у нас действительно много данных, то он должен быть, скажем так, достаточно большой, да? То есть, вот на реальной нагрузке, близкой к реальной, вы тестируете свое приложение? А, это вопрос больше про нагрузочное тестирование сейчас. В том числе, конечно. Я понял. Ну, про нагрузочное тестирование мы сейчас не говорим, мы говорим, даже был слайд такой, мы сейчас про нагрузку не будем говорить. Поэтому про объемы данных это отдельный вопрос, вообще тема отдельного разговора, мы это трогать просто не будем. Соответственно, для функциональности нам зачастую все-таки не нужны какие-то большие объемы данных, да, нам нужно точно что-то куда-то добавить и начать тестировать. И вот это вот точное добавление, оно как раз таки перед тестами делается. Спасибо. Спасибо за вопрос. А, вот еще вопрос. Меня зовут Тимофей, Сергей, спасибо за доклад. У меня вопрос касательно встраивания такого quality gate как coverage по юнит-тестам в CI. Был ли какой-то опыт и чем он закончился, если был какой-то процент coverage, при котором build полностью фейлится, скажем так. Спасибо за вопрос. Да, проверка coverage у нас интегрирована вместе со статическим анализом, то есть, как я показывал в джобе, там у нас из шага юнит-теста передаются артефакты, где, соответственно, содержится, что у нас покрыто, что не покрыто. Статический анализатор анализирует и код и выцепляет вот этот вот coverage и все вместе показывает. И, соответственно, правило настроено именно в статическом анализаторе и на покрытие, и на какие-то ошибки. А какой процент, если не секрет, ну вот покрытие используется у вас? Тоже зависит от проекта. На разных проектах разный процент используется. Где-то 80 и там планируем, а можно, в принципе, и повысить. Где-то поменьше. Спасибо. Спасибо. Еще один мой вопрос. Скажите, пожалуйста, кроме тест-коверечки вы еще какие-нибудь метрики используете? И если используете, то какие? То есть, с вашей точки зрения, какие из них наиболее показательны с точки зрения качества кода? Благодарю. Ну, мы используем статический анализатор, который имеет ряд проверок, там и баги он может находить какие-то, и какие-то мелкие, там, скажем, погрешности в коде и так далее, и так далее. И они все разделены, эти проверки, на уровни. То есть, у них есть инфо-уровень, где там просто мы инфо как бы просто знаем, заглянем, о, у нас столько таких-то, может быть, там, какие-то выводы когда-нибудь примем, но покажут для нас они инфо. Есть более приоритетные. И, соответственно, по более приоритетным, например, говорим, что критикалов у нас не должно быть. Если они есть, то это фейл. Соответственно, багов у нас не должно быть. И так далее. Это очень сильно, надо сказать, помогает. При внедрении статического анализа на одном из проектов у нас этот проект был еще не в продакшене, но вот уже как бы готовился все. И мы запустили, вроде все там и естественно ревью разработки есть и так далее и тому подобное. И он один неприятный баг отловил, который не ушел в продакшен, который, с которым все в принципе работало, но могло выстрелить так, что ой-ой-ой. И поэтому после этого прям разработчики сказали, как круто, что у нас есть, а давайте везде добавлять. А вот еще вопросик. Подскажите, сколько времени у вас, сколько времени отводится на подготовку тестовой документации? И кто этим занимается? Это та же команда тестирования, что и делает тесты, да, просто говорится там, вы сегодня будете писать тестовую документацию. Или это какие-то отдельные люди, которые занимаются только тестовой документацией? Как это организуется процесс в вашей команде подготовки? Тестовую документацию. Это, конечно, еще один большой плац, да, такой же, как и нагрузочное тестирование, на которое можно подготовить не один доклад. Давайте в дискуссионной зоне обсудим, если вы не против этот вопрос. У меня сидит коллега, который в зале в этом, он как раз специализируется на тестовой документации, и он даже вам подробно все это хорошо расскажет, покажет, и все будет отлично. Спасибо за вопрос. Так, ну это лучший вопрос, мне кажется, как же не помогать разработчикам все-таки. Да, вот молодой человек. Продолжение следует...